Оперативный штаб города-курорта Анапа принял участие в краевом селекторном совещании по вопросам общественной безопасности, которое в режиме видеоконференции провел вице-губернатор Вадим Лукаянов. Также в работе приняли участие руководители ГУВД, ФСБ, прокуратуры, МЧС, транспортных предприятий, главы всех городов и районов Кубани. Обеспечение безопасности людей на транспорте и в местах массового пребывания для властей и соответствующих служб края – задача номер один. Выполняется целый комплекс мероприятий, способных обеспечить антитеррористическую защищенность. Тщательно проверяются авто- и железнодорожные вокзалы, аэропорты, автобусные остановки. На автовокзалах ведется досмотр багажа и ручной клади. По громкоговорителям доводится информация о порядке действий при обнаружении подозрительных предметов. Контролируются и территории, прилегающие к транспортным объектам. Работают рейдовые группы, состоящие из сотрудников полиции, муниципалитета, казачества и общественности. Активное участие в поддержании порядка принимают домовые и квартальные комитеты. С улиц продолжают убирать бесхозную технику. Кровой штаб еще раз нацелил всех на активную работу в этом направлении. Не ждать, пока найдутся собственники автомобилей. Эвакуировать немедленно. Мы же не должны ждать, когда наши расторопности, в кавычках, воспользуются неблагоприятными гражданами. Совершенно другими целями. У нас достаточно на сегодняшний день примеров наших перестраховочных действий, которые привели к плачевным последствиям. Еще одна зона повышенного внимания – многоквартирные дома. В каждом доме созданы группы контроля, которые постоянно проверяют здания. С 31 декабря по 5 января на Кубани было обследовано 19 343 дома. Подвалы, чердаки и люки, не имеющие замков, были закрыты. В ходе совещания детально были рассмотрены все вопросы и выработаны конкретные меры по обеспечению безопасности кубанцев. Еще раз прошу обратить внимание на объекты повышенной опасности. Это объекты транспортной инфраструктуры, сами транспортные средства. Все, включая таксистов, которые, на мой взгляд, должны с нашей стороны иметь наибольшее внимание. По окончании совещания мэр Анапы Сергей Сергеев обратился к соответствующим службам. Каждый на своем месте должен проявлять бдительность. Также при развешивании листовок антитеррористические направленности все адреса фиксировать. На таком-то доме, трех подъездных, размещены листовки такого-то содержания, но образец прилагается, тогда-то, тогда-то, и периодически проверяйте, чтобы их не сняли. Поручение руководителям транспортной инфраструктуры. Водители должны быть более внимательными на маршруте, а также на остановках, и не выходить на линию, не вымыв транспорт. Мойте транспортные средства. Давайте, чтобы они были украшением. А не позором для Анапы. Дождя не было две недели, а я вижу в городе грязные маршрутки. Этого быть не должно. В целом, обстановка на курорте спокойная. С начала работы штаба в Анапе оперативными группами проверено 957 граждан, в том числе 121 иностранец. За пределы России выдворено 4 нелегала. В круглосуточных рейдах принимают участие более 200 сотрудников. Состояние общественной безопасности в Анапе находится под особым контролем. Светлана Авилова, Артем Зиборов, Анапа-регион.